Бисер Бисер удивительный материал. В умелых руках он может двигаться и мерцать, дышать и передавать настроение. Бижутерия из бисера и различных стекляшек, нанизанные на конский волос, травинку, а позднее на нитку или леску, известна с ранних времен. Еще в Древнем Египте и Индии такими бусами начали украшать одежду, шею, руки, ноги. Так принято считать, что бисероплетение именно как искусство зародилось в Древнем Египте. У египтян бисер был из непрозрачного стекла. Но со временем техника совершенствовалась и красивые прозрачные бисеринки стали производить в Венеции. Рецепт их изготовления хранили под строжайшим секретом. С появлением машин по изготовлению бисера цена на него упала и материал разошелся по всему миру. По словам французского модельера Коко Шанель, люди с хорошим вкусом носят бижутерию, всем остальным приходится носить золото. Камиля Шедакова из города Карачаевска с законодательницей мод весьма солидарна и считает, что каждая вещь раскрывает вкус человека. А красивые украшения из бисера, особенно сделанные своими руками с добавлением частички своей души, делают женщину неповторимой. Камиля делает из бисера и камней броши, браслеты, подвески. Но невозможно удержаться от восхищения при виде этих работ. Игра красок завораживает. Хочется взять в руки проволоку и, подбирая стекляшки, создать нечто подобное. Есть работы, которые ждут своего часа. Например, вот этот вот браслет. Сначала я купила камень, вот это вот, сваровский. Здесь и чешский, и японский бисер. Я просто купила и отложила. Я вот думала, что же мне сделать из этих материалов. То ли это будет браслет, то ли, может быть, это будет кулон. Или, может быть, сережки. И как-то вот... И когда я уже купила основу для браслета, я поняла, что это будет браслет. Именно браслет. Вот. Или, например, вот эта вот работа. У меня были бусинки. И мне хотелось сделать браслет себе. И я решила сделать это в ажурном технике. Вот эта техника называется ажурная. И я начала оплетать. И у меня получился вот такой вот браслетик. Или вот, например, вот эта вот брошка. Опять-таки, у меня были материалы. Я купила вот этот камень. Он мне очень понравился. И я думала, что же это у меня будет. Я перебирала орнаменты. Думала, может быть, сделать брошку, либо украшение. И вот так у меня родилась такая брошечка. В настоящее время техника изготовления украшений из мелких стекляшек актуальна и в моде. А бисероплетение для многих остается увлекательным хобби. Трудоемким занятием, требующим не только творческого подхода, но и значительного упорства. Будучи еще очень маленькой, я игралась с подушечкой, которую клали в люльку. Это у нас у карачаевцев, говорят, бещики реки. Вот, приданная для люльки. И я эту подушечку рассматривала и пробовала, как я сказала, на зуб. Вот с тех пор у меня любовь с бисером и продолжается. А подушечка была вышита бисером? Подушка была вышита бисером моей прабабушкой. Она одна из первых женщин, которая вышивала бисером. Тогда еще очень... И это продолжалось вплоть до ее последних дней. Также у моей мамы были тапочки бархатные на каблучках. И уже возрослев, я поняла, что бисер меня очень привлекает. И я пробовала его уже отрезать ножничками бисер и пайетки. Помню, мама меня тогда немножко поругала. Но поняла, что ребенок очень интересуется этим материалом. С тех пор Камиля очень сильно полюбила бисер. И с годами эта любовь только возрастала. Она совершенствовала свои знания постоянно. Правда, схемы по бисероплетению для нее всегда казались большой роскошью и находкой. Потому в большинстве случаев ей приходилось самой их составлять. Уже в будущих старших классах мне подарили книжку по бисероплетению. Я начала изучать виды бисера. Оказывается, есть и чешский бисер, и японский, а есть и индийский. Узнала о всех видах бисера. Но, к сожалению, тогда в нашем городе трудно было найти доступный материал. Именно калиброванный, ровный бисер. Я пыталась работать с корейским. Также я работала с бабушкиным бисером. Ему лет, наверное, лет 40-60. Использовала его в украшениях. Это одна из моих первых работ. Я сделала такую подвеску. По-кратчайски чех. Бусинку обшивала. Я искала знания. Искала, где я могла бы научиться делать украшения. Тогда я только-только начинала заниматься бисероплетением. Это были в основном такие вот паучки, пчёлки, бабочки. Схем не было. Я помню, мне подарили бабочку. Я была в классе, наверное, четвёртом или третий, или четвёртый класс. Мне подарили бабочку. Я безумно захотелась повторить её, только уже в другом цвете. Как мне быть? Схемы нет. Я не знаю, где можно там научиться. И начала изучать. Подсчитывать бусинки. Проволоки тоже у меня не было. Я не знала, из чего она сделана. Я начала её изучать. Подсчитывать. И начала делать себе схемы. Завела себе тетрадь, куда я записывала количество бусинок. Нашла проволоку у дедушки. В гараже взяла проволоку. Она в катушках же бывает. Разобрала. И начала плести. И у меня начало получаться. Взрослые. Мама смотрела и говорит, ну, раз тебе это нравится, то занимайся этим. Бабушка одобрила. То, как они сами мастерицы. Они очень были рады тому, что я рукодельничаю. Дальше больше. Постепенно коллекция работ увеличивается. Камиля набирается опыта. Появляются всё более и более трудоёмкие изделия. И выбор в большинстве своём падает на изготовление женских украшений. После бабочек, после пчёлок, после паучков я решила заняться украшениями. Это вот тоже одна из моих первых работ. Здесь использован маленький, мелкий стеклярус. Это вот искусственный камень. И украшения вот именно в таком вот стиле я сделала, вдохновившись работами Гюзель Бакеевой. Это она известный дизайнер. Мне безумно понравились её работы. Я была в восторге. И настолько, что мне захотелось, ну, думаю, ну, может же у меня тоже что-то получится. И начала вышивать. Опять-таки, под рукой ни схем, ни мастер-класса у меня не было. Я начала методом тыка. Сама изучала, пробовала методом проб и ошибок. И у меня начало получаться. Вот я сделала эту работу. Потом сделала вот эту. Вот это тоже одна из первых ранних моих работ. Здесь я использовала камень авантюрин. Вот этот бисер, кстати, ему около 40-60 лет. Этот бисер мне достался от моей бабушки. Вот. И вот этот бисер также. Вот этот вот бисер от моей бабушки, прабабушки мне достался. Я помню, я когда ездила на каникулах прабабушки, у нее была комнатка, где на полочках, в шкатулочках у нее лежали разные бусинки. И когда я к ней заходила, в комнату, я открывала эти шкатулочки, и я себя чувствовала, алиса в стране чудес. Я получала огромное удовольствие от разглядывания бусин, бисеринок, которые переливались. Для меня это было сказкой. Я получала вдохновение, вдохновлялась и работами других мастеров. Изучила Камиля Шедакова и историю бисера. Оказывается, бисероплетение и вышивка бусинками имели широкое распространение еще и во времена Киевской Руси. Уже тогда были мастерские по изготовлению предметов из стекла. С 11 века началось массовое производство бисера. Научились делать даже разноцветное стекло. Синее, зеленое, желтое, черное, посеребренное, золотое. Бисер, он все время меняется. Благо, что есть сейчас огромное количество бисера. Если раньше, раньше я мучилась тем, что бисер был неровный, и от этого зависело качество работы. Покупала я бисер, когда уже появился интернет, покупала я бисер через интернет-магазины. Пополняла свои запасы, так сказать, бисера, помимо вот этих вот пачек. И у меня работы уже начали получаться все лучше и лучше. Бисер, которым работает большинство мастериц, это японский бисер. Чешский и японский в основном. И, конечно же, меняется техника со временем, как я уже сказала. Появляются разные бусины, из которых можно сделать шикарные работы. Просто великолепные. По образованию Камиля – педагог. Работает в средней школе номер один города Карачайска. По словам девушки, ее профессия обязывает совершенствоваться и развиваться, над чем она всегда активно работает. Очень любит детей и с огромным удовольствием передает им свои знания и умения. Я начала работать, меня сразу взяли педагогом дополнительного образования. И дом детского творчества раньше назывался станция юных техник. Вот. И я начала преподавать бисероплетение. тогда вот у нас была директора Амина Хамидовна. И она мне сказала, что бисероплетением все занимаются, а ты сделай что-нибудь свое, другое. И я вот очень благодарна ей за это напольствие, за ее знания. Я начала искать что-то новое. И помимо вышивки бисером я начала думать, чем же еще можно заниматься с детишками, что им будет интересно. И у меня профессия, она обязывает меня развиваться самой как личность. И я всегда стараюсь находить что-то новое, чтобы было и самой интересно, и заинтересовать детишек. И таким образом мы начали делать с детишками сумочки, делать вышивку на сумочках, на одежде. вот также шили куклам плачушки национальные. Вот и вот так вот я по сей день работаю с детьми. Камиля выросла в интеллигентной и творческой семье, где всегда были в почете обычаи и традиции предков, где ценили ручной труд и углублялись в знания об истории народов Кавказа. Женская половина всегда занималась рукодельничеством. Вот и сегодня девушка с особой гордостью и энтузиазмом демонстрирует работы, выполненные много лет тому назад бабушкой. Вот эту шапочку, например, делала моя прабабушка. Она была мастерицей, делала вот такие вот, это мы называем кейсберг. И вот это вот полностью ее ручной труд. Она все вот эти тесемочки она привела вручную. У нас называется это чалу. Говорят еще шайтан чалу. Это токмакчек, а еще говорят пуговичка. Булгар или малкар, ты имеешь вот так вот. Также нашивки, вот такие вот нашивочки, она делала из ткани. Ну, это, это, конечно, пришито, это уже готово, но также у нее еще есть тесьма, которые она сама делала. Но с искусством, вот, если брать орнамент, также это уходит, можно сказать, детство. Я из той семьи, где искусством занимаются где-то уже в пятом поколении. Моя мама педагог, вернее, она работала преподавателем, вела истории искусства и культуры. И я помню, что вот когда она преподавала также в школе, она вела с учениками работу. Вот она из первых, также в Карачаевске, если моя прабабушка была одной из первых женщин, которая вышивала бисером, это в джигуте, моя мама, она из первых женщин, которая вышивала бисером, она именно делала орнаменты вот из бисера, вышивку бисером на платьях, именно делала рисунки, узоры на платьях, вот одна из первых в Карачаевске. И также вот я увлеклась. Это вот я видела, как она работает с учениками, очень мне полюбились эти работы, вот также вот эта вот работа тоже моей мамы с ученицами техники золотного шитя. мне очень это тоже орнамент, да, узоров у меня осталось, вернее, мама мне передала, вот, видимо, и любовь эту, и вот материал мне достался от мамы. Я этим очень-очень увлеклась, и, знаете, даже если я иду по улице, я стараюсь разглядеть где-нибудь узор. Это, например, веточка, да, как-то она вот наклонилась, и я стараюсь в этой веточке видеть какой-то узор, и меня это вдохновляет. Вот. Вот также вот эти работы моей бабушки. Это вот такая подставочка, кошелёчек такой был для чёток. Вот. я когда интересовалась орнаментом, я начала изучать, смотреть материал, который у бабушки, у мамы. Также начала и книжки изучать по узорам, орнаментам, где я могла найти. И в интернете у меня есть целая папка, куда я складываю все эти орнаменты, которые мне нравятся, которые я могу использовать в своей работе. Вот. Смотрите. Здесь вот кисточки тоже сделаны вручную. Это вот каждый узелочек был сделан вручную. Всё это ручная работа. Вот такую работу я храню. Это всё память, которую я, наверное, буду передавать своим детям, внукам, правнукам. Буду рассказывать, чем занимались мои предки. Так что это вот остаётся на долгую-долгую память. Для талантливого человека очень важно принимать участие в различных конкурсах. Приятно, если твою работу признают лучшей. К тому же в творческом сообществе ценится портфолио с грамотами и дипломами. Так вот их у Камилии Шедаковой немало. И сегодня мастер продолжает принимать участие в различных специализированных мероприятиях, где реально можно повысить свою квалификацию. Да и ведь простое общение с коллегами, подглядывание за их творчеством даёт вдохновение и силы. Тем самым мастерица своего дела и дальше планирует радовать знакомых своими уникальными украшениями. А самое главное будет делать это по мотивам работ предков в рамках обычаев и традиций своего народа. Субтитры